ШТРАФА! ФЛАТА! ШТРАКА! ТИК-ТАК, ТИК-ТАК, ШНАЙТЕЗАП! Здарова чуваки, с вами Александр Дегтярев, это канал Рок Ньюз, и у нас вновь события. Рамштайн разродились новым видеоклипом, и он вновь так или иначе связан со временем, как и прошлый видеоклип. Но, но как же чертовски сильно они отличаются друг от друга? Если прошлый клип был практически философским высказыванием о неумолимости времени, то в новом шедевре наши любимые немцы весьма забавно и прямолинейно высмеивают стремление звезд шоу-бизнеса выглядеть моложе. Очень смешно видеть знакомые лица музыкантов в гриме а-ля не совсем удачные пластические вмешательства. К слову, настоящие жертвы пластики зачастую выглядят еще страшнее. А в качестве рекламы, а точнее благодарности, расскажу о Маше и ее студии Minirockstar Lab. Маша сделала мне две вот такие куклы-вокалистов Static X. Выглядят они отлично, очень крутая штука для украшения рок-интерьера или в качестве подарка. Помимо этих красавчиков, есть куклы Slipknot, Korn, Limbiscuit, Merlin Manson, Nirvana, Mudvayne, The Prodigy. И также можно заказать любого чувака из вашей любимой группы. Заказать эти и другие куклы можно по первым ссылкам в описании. Ну а я возвращаюсь к Рамштайн. Честно говоря, после прошлого видеоклипа команды Zeit, на который я тоже делал обзор, я думал, что в целом альбомы дальнейшей песни будут более серьезными. Но Рамштайн есть Рамштайн. Да, Рамы действительно остаются верны себе и в свойственной им манере они поугарали над весьма неоднозначной темой. А вот такие фрагменты текста краснорещиво выдают отношение музыкантов к этой проблеме. Цитата. Убрать мешки из-под глаз, поставить нос, высосать жир, быстренько удалить два ребра, слепить надувную лодку вместо губ, закачать в щеки, закачать в лоб, закачать ботекс прямо в мозг. Да, весьма жестко. Молодцы, Рамы. Еще есть порох в известном месте. Клип однозначно забавный. Есть прикольные моменты, смешные, есть шокирующие. И есть, кстати говоря, отсылки к своему же прошлому творчеству. К шокирующим моментам, безусловно, относятся момент, когда половина лица Тиля буквально обвисла. И смотрится это крайне жутковато. Но лично меня шокировал не внешний вид музыкантов, а лишь один кадр. Когда одна из фанатеющих бабулек оголила свою грудь. Бля, Рамы, ну вы прям жесткие, чуваки, ничего святого. По поводу отсылок, ну, наверное, самое очевидное, это когда Тиль обмотал свое лицо скотчем. Что весьма похоже на оформление одного из первых альбомов. Могу сказать, что Рамштайн продолжают удивлять, продолжают шокировать. И те, кто говорит, что это уже совсем не те Рамштайн. Да, не те, да, не меняются. Но неужели вам было бы интересно, если бы они играли постоянно одно и то же. Вот эти два ваших любимых первых альбома. Более Индастриал. Да, кстати, я совсем не рассказал, как мне песня. Ну, что я могу сказать. Довольно типичная музыка для Рамштайн. Не сказать, что песня очень цепляет, но и не раздражает. Ждал я, конечно, чего-то более драйвового, после того, как услышал пару начальных рифов. Но в целом я и не разочаровался. В общем, среднячок. Надеюсь, что в альбоме, который выйдет уже в конце месяца, все-таки будут жесткие песни. Вообще, кстати, непонятно, чего ждать от самого альбома. Две песни, которые уже вышли, настолько разные, что пока непонятно, в какую сторону их перетянет больше. В серьезную и мрачную, или веселую и танцевальную. Что-то мне подсказывает, что пластинка может получиться а-ля сборник всего подряд. Такой некий винегрет. Но выводы пока делать, конечно, рано. Группа эволюционирует. Группа как бы всегда заигрывала с какими-то вещами, высмеивала разные штуки. И такие клипы, на первый взгляд, несерьезные, тоже раньше у них были. Вспомним тот же Кайн и Лёст, который больше всего мне напоминает новый клип. Оба этих видоса наиболее демонстративно высмеивают серьезные вещи. В общем, этот видеоклип, конечно, не оказал на меня такого впечатления, как прошлый. Но, тем не менее, он веселый, он интересный и злободневный. И касается такой темы вновь острой, можно сказать. И так или иначе, тоже со временем это связано. Да, пусть и весьма по-разному, но обе песни рассказывают о времени. Да и сам альбом будет называться Сайт. Время. Цитата. Тик-так, тик-так, ты стареешь. Твое время медленно уходит. Видимо, все же пластинка будет концептуальной. И, кстати, ходят слухи, что это последний полноформатный альбом. Но так говорят про каждый новый альбом «Рамштайн». Так что я уже привык. Цик-так, цик-так, Шнайдас Ап. Честно говоря, даже уже не знаю, что ждать от них в дальнейшем. Мне кажется, каждый раз кажется, что они уже не смогут меня удивить. И они умудряются каждый раз меня действительно удивлять. Однозначно жду альбом и еще клипы. Вы расскажите, кстати, в комментариях, как вам этот видос и чего ждете от надвигающегося альбома. Ну, а с вами был Александр Дегтярев. Продолжаем в это непростое время выживать. Огромное спасибо, кстати, ребятам, которые начали поддерживать меня на карту мою. Я не знаю, откуда они ее узнали. Где-то нарыли. Это клево. А спонсоры как бы практически все уже отвалились. Ну, вот этим ребятам прям спасибо. Неожиданно и очень приятно. Ну, а с вами был Александр Дегтярев. Слушайте хорошую музыку. На этом у меня все. Ждем новый альбом Rammstein. И до скорых встреч. Всем рок! Субтитры сделал DimaTorzok